В эфире День ТВ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня на студии Сергей Вячеславович Савельев, профессор, известный исследователь в сфере изучения мозга. Он мне рассказал очень интересную новость. Мы сейчас ее будем обсуждать. Но вот, чтобы сразу не раскрывать интриги, я единственное, что скажу. В Соединенных Штатах вышла научная статья. Честно говоря, удивительно, что при том уровне политкорректности, которые бытует в США, такую статью там решились опубликовать. О чем она? Какие из этого можно сделать выводы? Вот мы поговорим с уважаемым профессором Сергеевич Савельевич. Ну вот скажите мне, пожалуйста, я насколько обоснованно удивляюсь тому, что такая статья вышла. В наши такие времена политкорректные, мне было очень удивительно узнать, что такое могут опубликовать. Ну, дело в том, что во всем мире элита, как известно, не подсудна. То есть они во всем мире делают, что хотят, а никогда никакие законы общества, в котором они живут, и с которого они живут, никак на них не сказываются. Поэтому это отдельный мир, это отдельная, так сказать, тусовка глобальная, в которой законы социальные, которые вырабатываются на основании конституции, там, уголовного законодательства гражданского, вообще не действуют. В большинстве случаев там люди, принадлежащие к элите страны, в том смысле, что которые имеют доступ к распределению ресурсов и установлению, скажем так, правил игры по распределению этих ресурсов, потому что не сами ресурсы, ресурсы распределяются на наемные администраторы. А вот правила, по которым они распределяются, вот эти люди, собственно говоря, и определяют основные тенденции экономические, и в том числе на них никакие законы не распространяются. Это, по-моему, давно всем ясно и не вызывает никаких сомнений. Поэтому такие статьи, она и появилась, значит, с чего все началось. Была опубликована статья довольно давно, что интересно. Это Nature Neuroscience, это был 2015 год. И потом моментально она была придана гласности через замечательный журнал «Не для бедных», называется Forbes. И поэтому в этом журнале очень подробно было рассказано, она очень приятная для людей, ходящих в список Forbes, о том, что у богатых родителей найдены, в результате большой работы, сейчас о ней расскажу, отличия по мозгу детей, которых брали от, по-моему, если мне память не изменяет, от 3 до 20 лет у богатых родителей, у которых доход превышает 250 тысяч долларов в год, и причем уже не в одном поколении. То есть, как бы это такая система. И что же было найдено? А было найдено очень интересное отличие, принципиальное, которое, во-первых, говорит о том, что эволюционный процесс очень активно продолжается. Было найдено увеличение площади поверхности, неокортекс, то есть, коры мозга с бороздами из Вильни, того самого, которым мы думаем. И что интересно, исследователи, а это целая компания, причем таких довольно известных людей, это и в первую очередь Кимберли Ноупл, которая из Колумбийского университета и очень хорошо, в Нью-Йорке имеется в виду, и которая очень хорошо разбирается в этих вопросах, и много лет исследует. То есть, это профессор, такая женщина, достаточно интересная. Ну вот, она показала, что у богатых площадь поверхности неокортекса, у детей богатых, она в логарифмической зависимости находится от уровня наследуемого богатства. То есть, иначе говоря, у богатых с доходом выше 250 тысяч долларов в год, у них примерно на 6% площадь поверхности неокортекса больше, чем у тех, у кого доход ниже 50 тысяч долларов в год. Причем вот бедность сказывается очень сильно. То есть, не столько богатство, сколько бедность. То есть, у них очень сильно падает. Ну, понятно, что для богатых очень характерно там хорошее образование, хорошее питание в детстве мам, которые должны родить детей. Это очень важно. Здесь чуть-чуть отвлечемся от центральной темы. Я могу сказать, что есть же народы и население, у которых женщин кормить как бы так не принято. Они питаются объедками со стола мужчин. Ну, особенно, скажем так, некоторые восточные народы. И их начинают интенсивно подкармливать, когда их беременность становится всем заметна. То есть, они с большим животиком. И тогда им начинают давать разнообразную, более богатую пищу. Но, к сожалению, это уже немножко поздновато. Потому что человеческий мозг очень интенсивно растет в первые месяцы беременности. И увеличивается в размерах. И с этого момента надо заботиться о хорошем питании матери. Потому что через ее организм поступает огромное количество метаболитов. А на поздних стадиях кормить немножко поздновато. То есть, нужно это начинать с самого начала. Так вот, у бедных обычно к женщинам начинают относиться совсем по-другому, когда их беременность заметна. Это поздно. А у богатых они все время находятся в комфортных условиях, в том числе и метаболических. Ну, плюс, конечно, медицина, плюс, конечно, образование. И образ жизни, самое главное. Который никак не вредит мозгу. Беременная женщина в богатой среде, значит, вряд ли будет, ну, за некоторых исключениях, есть такие, конечно, вряд ли будет пить стаканами рома или самогонку. Это маловероятно. Потому что она будет думать о своем ребенке. А вот в другой среде это происходит запросто. То есть, иначе говоря, есть социальные причины такого роста. Теперь возникает вопрос. А как вообще в истории нам известно, вот питание, просто питание, влияет на мозг или нет? И здесь нам помогают огромные выборки, которые были там по некоторым народам, ну, например, по египтянам. Поскольку там очень хорошо известно, как плодородие, связанное с разливами Нила и вообще с природой, влияло. Там хорошо известны периоды голода, причем многолетние. Периоды, наоборот, процветания прекрасного. И давным-давно антропологи нашли эту закономерность, они исследовали черепа и даже простейшие методы измерения объема, которые использовались, ну, массовые, но самое главное массовые. Потому что в антропологии нет смысла обсуждать единичные находки. Есть смысл. Это в истории развить человечество, да. А в антропологии очень важны большие выборки. И там на огромных выборках показано, что, да, действительно, там объем черепа, ну, и, соответственно, эквивалент объема мозга, в зависимости от типа питания меняется на сколько? Ну, примерно на 30 грамм. Ну, 30 грамм – это очень мало. Это по сравнению с тем, что нашли, чем нашла Кимберли Ноубл со своими соавторами, это небо и земля. Они показали 6-процентные различия. Это очень много. Потому что надо же понять, что толщина, площадь поверхности коры соотносится с толщиной по-разному. Они, к сожалению, из-за того, что сейчас нет высокоразрешающего томографа, они не могут оценить за счет чего конкретно. Каких полей. Каких полей. Под полей это могло произойти, совершенно верно. Но они определили в целом, как это происходит. И 6% – это много. Потому что если учесть число нейронов, и особенно если в разных полях коры это происходит, то там может эта картинка увеличиться примерно до 15%. Ну, как было в свое время, когда Филимонов исследовал затылочную область человека, а Зворыкин через 50 лет перемерил, и оказалось, что там площадь поверхности различается в полтора раза, а объем в 2,5-3. То есть объем, к сожалению, меняется более интенсивно. Так что здесь, на самом деле, еще, скажем так, данные занижены. И все было потом замечательно. Ну, и что побольше кора, 15-й год, Форбс обсудил. И все тихо лежало в туне, поскольку особого ажиотажа это не вызвало. Но спустя 5 лет вышло еще несколько работ, причем в самых разных странах, что интересно. Это и Индия была привлечена, причем там, как вы знаете, огромный разброс между богатыми и бедными, на порядок больше. И вот работы есть Ассари с авторами, которые делали то же самое. Благо, томографы одинаковые. И даже программы по подсчету площади поверхности на кортексе одинаковые. Значит, он использовал опыт своих американских коллег и показал, что да, существует. И он исследовал поля, причем у 9-10-летних детей. Тоже массовые выборки. И что оказалось, что у них там, ну, например, поверхность коры, так называемой, в нижней части височной, лобной области. Потом, сделав несколько исследований по разным областям, хотя он определял их не так точно, как мне хотелось бы, но тем не менее он исследовал амигдалярный комплекс, то есть это центр в том числе агрессии. И показал, что да, к 20-м году вышло 4 или 5 статей, включая и Гонсалеса, известная статья, это Frontiers Human Neuroscience, такая специальная большая статья, в которой он рассматривает одни и те же вопросы. Причем буквально экономические, физиологические и экологические особенности различия мозга. То есть, иначе говоря, в трех лабораториях, если в первом исследовании там было 1099 человек исследовано, потом этот материал дополнило, через пять лет еще вышло несколько публикаций, которые показывают очень важную вещь, что существуют различия, которые закрепляются, и процесс эволюционный этот идет. Возникает, естественно, вопрос, что они такие умные, что ли, да, получится, что они заведомо умнее, но вот, ну, нет, конечно, мы с вами прекрасно знаем, что увеличение размеров мозга ума особенно не добавляет. То есть, мы знаем, что есть там гигантские мозги у полных идиотов, большие мозги у обывателей обычных. То есть, сам факт увеличения мозга, он не гарантирует, что эти будут умнее, что ж он дает-то? Ведь самое интересное, к чему прибавка? А прибавка как раз к тому, что они более адаптивны. Любое существо с большим мозгом имеет преимущество перед существом с меньшим мозгом в связи с тем, что у него увеличивается память, и это факт. У него увеличивается скорость ситуационной реакции, то есть, иначе говоря, адаптация или приспособление к быстро изменяющимся условиям. Он быстрее находит решение, и эти решения быстрее воплощает в социальную жизнь. То есть, хорошо это для того, чтобы, так сказать, процветать в семье? Да, конечно. То есть, они получают таким образом преимущество, но это не одаренность и гениальность, а это адаптивные преимущества, которые среди таких же, кто не гений, не суперталант, обычный человек, который борется за кусок колбасы и зарабатывает все деньги. Вот среди таких же, таких людей, они получают преимущество за счет им косной памяти, лучшей сообразительности, простоты, поиска нестандартных решений для добывания денег. То есть, иначе говоря, среди таких же, как они, то есть, людей со средними способностями, они получают уже биологическое преимущество, которое отливается материально в число нейронов. То есть, нейронов больше, связей больше, и, значит, соответственно, все преимущества. Так что эволюционный процесс в этом плане оказался движущимся, и он, к сожалению, двигается не в пользу отбора гениев, они и так же редки, как среди богатых, так и бедных, а в пользу того, что вот эти свойства, то есть, скажем так, то, что у нас в социальной системе людей называется успешностью. Ну, успешный, говорят, успешный человек. Вот успешность повышается таким образом, потому что, конечно, он может не воспользоваться своими этими шестью процентами. Он может, так сказать, никогда в жизни не заниматься каким-то бизнесом, а просто тратить там папины или мамины деньги. Это понятно. Но если он этим займется, то при прочих равных у него будет вот это самое интеллектуальное, интеллектуальное, адаптивное преимущество, с которым он отнимет у соседа лучший кусок колбасы, что мы и видим регулярно. Хотел бы уточнить, подтверждение работы 15-го года выходило в США или это только вне США? Нет, почему? Там журналы-то у нас международные, значит, журналы, да, в том числе и американские. Брайн Сайнс, пожалуйста. Это без всяких вопросов. Чем ты сказал? Я вначале, что меня удивило, действительно, вот с одной стороны политика политкорректности, а с другой стороны такие материалы публикуются. Вам неизвестно, какая была реакция вот на это? Не пытались ли против автора поднять какую-то шумиху, в чем-то его обличить, заклеймить? Ну, вы знаете, я вам сейчас пообъясню очень простой принцип. Вот, например, за девочкой с этими, с особенностями, как ты их зовут, которая за экологию ратует, почему-то только за воздух. Ага, я кажется, догадываюсь. Да, значит, вот такая. За ней стоит просто группа достаточно состоятельных людей, по оценкам экономистов, за которыми лежит примерно 40 триллионов долларов. Хорошие деньги. Хорошие деньги. Они хотят их просто увеличивать, поэтому им нужна вот эта возня вся с воздухом, который очень трудно проверять. Они же не идут банки собирать в Тихий океан. Нет, это их не волнует. Их волнует торговля квотами на воздух. И никто не выступает против них. Так точно так же против детей. Родителей, которые снимают 100 срочек в списке Forbes, никто не будет выступать, потому что вопрос, собственно говоря, сводится к тому, что, а кто вы такие, чтобы нас, собственно говоря, в чём-то обвинять. То есть вся политкорректность кончается там, где кончаются деньги на неё выделяемые. Вот выделяются деньги на свободу африканцев в Америке. Вот там она начинается. Там выделяются деньги на борьбу с харассментом. Он начинается. Как только этого нет, значит, это же всё управляется таким образом. А тут, извините, кто это будет обвинять детей богатых в том, что они, оказывается, даже в биологическом плане отличаются от бедных. То упаси бог. Это кто там будет? Он, Вайнштейн, не понравился, чем дело кончилось. Вот несмотря на 70 с лишним статуэток Оскара, обращаю ваше внимание. То есть его вклад в национальную американскую культуру не стоил ничего. Потому что за людьми, которые зарабатывают на борьбе с харассментом, деньги крутятся намного больше, чем он со всеми своими статуэтками. Вот и всё. И вся эта скультура была стёрта просто с лица земли вместе с ним. Ну и всё. И там девушки, которые недолюбленные 40 лет назад, и которых уже точно никто не полюбит, ввиду их как бы утрате кондиций киношных, обижаются и хотят заработать. Таких в Америке всегда много. Кто уже вышел в тираж. Там после 40 вообще актрис не любят снимать. Ну, не только снимать. На них жениться никто не любит. Вот поэтому, что ж, вот вам, пожалуйста, повод. А здесь кто будет об этом говорить? И пять лет, обращаю внимание, не было публикаций. И только в 2000 году это началось. То есть они же ведь не говорят о том, что, например, каких детей они брали, только белых или разных. Это же вопрос остаётся за кадром. Ну, хотя я думаю, что, конечно, в основном использовались белые. Поэтому, а с другой стороны, Ассари, он индус. Ну, он не совсем уж белый тоже. И вот у него та же самая закономерность. То есть Гонсалес тоже не похож на настоящего американца. Вот если посмотрите. Ну, то есть американку точнее. Ну, вот там тоже есть свои особенности. То есть, иначе говоря, это межнациональная система. И здесь разница ни в цвете кожи, ни в языке, ни в стране. А здесь разница между уровнем биологической, ещё раз подчёркиваю, уровнем биологической жизни. Про интеллект в смысле, про творение, никто не говорит. Все констатируют только факт, что вот есть разница. Эта разница, она устойчивая. Причём все авторы отвечают. Носит алгоритмический характер, то есть жёстко связанная. И устойчиво повторяется у разных народов. То есть для нас что интересно, что эволюционный процесс идёт. Нравится нам это, не нравится. И чем точнее сейчас будут современные методы, тем больше мы увидим признаков таких различий. Потому что человечество эволюционирует. Об этом всё время говорю. Это только у таких ретроградов, которые увлекаются псевдогенетикой и псевдоантропологией. У них там эволюция мозга человека закончилась 100 тысяч лет назад. На самом деле это всё интенсивно продолжается. И наоборот, в современном мире отбор непрерывно усиливается. Потому что чем больше вот этот разрыв социальный, тем больше разграничение по доступу к ресурсам, медицине и образованию. Так что такие процессы неизбежны. Ничего с ними не сделаешь. А то, что американцы на это реагируют, я закончу свою мысль. Они не будут реагировать, потому что это не касается разрешённых проблем сегрегации. То есть, отделения чёрных от белых. Или китайцев от мексиканцев и прочее. Если это не касается расовых отличий и половых различий, об этом нет ни слова, то всё в порядке. То есть, это разрешённое. Ну, это как вот эта вот Грета, которая борется за экологию воздуха, но абсолютно не замечает никаких проблем в Тихом океане, когда там с гигантских острова эти бутылки плавают. То есть, это разрешённое про воздух, потому что это по поводу торговли. Так и здесь разрешённая борьба за чистоту рядов по расовому или половому признаку. А всё остальное никого не касается. То есть, обычная вещь. То есть, система не двойных, а десятерных стандартов, которая является средством манипуляции. Именно поэтому способы, о которых я говорю, церебрального сортинга построены на выявлении прижизненном индивидуальных способностей мозга. То есть, когда индивидуально каждого человека рассматривают не всю популяцию, а когда каждого рассматривают и выявляют этого способности, было бы, так сказать, будет единственным выходом из этой ситуации. То есть, ну, когда человек оценивается не по доходам в 250 тысяч долларов, а по его личной конструкции мозга. И неважно, какие у него деньги. Он может родиться среди самых бедных. Но если у него эти способности есть, и они найдены, то тогда ему дадут ту самую дорогу, в которой его просто будут широко использовать. Естественно, там о гуманизме речь не идёт никакой, не идёт никакой справедливости, об этом надо забыть. Среди обезьян нет справедливости, её можно только имитировать. И то краткосрочно, пока смотрите вот так глазами на имитацию этой справедливости. Как только вы отводите взгляд, она заканчивается. То есть, поэтому, если говорить о справедливости, то единственная справедливость – это когда человек будет заслуживать того места, которое он способен украсить своими мозгами. То есть, он способен что-то добавить в этот мир в рамках своих способностей. Примерно так. У меня к вам такой вопрос будет. Правильно ли я понимаю, что сам потенциал, то есть, масштаб, объём мозга, до которого, в принципе, может развиться мозг, определяется врождённо, генетически? – Да. Если не было патологий никаких, то да, конечно. Врождённо от папы с мамой. То есть, и здесь мы знаем, что вот в XIX веке увлекались микроцефалами. И там действительно, если микроцефалия есть, есть такая микроцефалия, вера называется. Она не столько генетической природы, сколько морфогенетической. То есть, есть действительно маленькие люди с маленькими мозгами, у которых есть глубокие генетические нарушения. Нет, хорошо исследованные. А есть микроцефалия, которая не связана ни с какими генетическими нарушениями. Ну, нет. Всё вроде бы нормально, а мозг небольшой. Тем не менее, поскольку морфогенетические события тоже наследуются, ну, по другим законам. Не через белки, не через экспрессию генов, там немножко другие, через межклеточные взаимодействия, которые повторяются. То там, да, микроцефалия, она тоже имела место, так сказать, в качестве наследования. Но это исключение, поскольку это на миллионы случаев рождения детей такие микроцефалии, вера, проявляются штучные, и тогда их отдельно отследуют. А так, как бы, это несколько другая область, чем то, о которой мы говорим. А у меня сейчас будет следующее несколько вопросов, которые выстраиваются в одну логическую цепочку. Не могли бы вы сказать, вот потенциально, генетически, ну, вот в среднем, какой мозг должен быть, и сколько он реально есть за счёт того, что были ошибки в питании, может быть, в образе жизни и так далее. То есть, грубо говоря, сколько человек не добирает, ну, в среднем, относительно того, что потенциально заложено. Можно это, вообще-то, как-то оценить? Это, к сожалению, оценить почти невозможно, потому что, я говорю, вот из истории 30-граммовая прибавка при нормальном питании, массовом нормальном питании, она есть и известна такая вариабельность. Там у японцев то же самое, там голодные времена, там, наоборот, сытые, 30 грамм плюс-минус, там, добавляется от еды, то есть, несущественно индивидуальная изменчивость в любой популяции тех же самых японцев, там, от 1200, ну, так, в среднем, я не говорю крайние варианты, до 1400 грамм, то есть, ну, почти как у европейцев. Но в среднем, там, 1360, например. Но и при таком разбросе 30-граммовая вариабельность, которая выявляется только при обследовании нескольких тысяч черепов из определенной эпохи, из определенного периода, конечно, она толку не дает. То есть, ей сколько мы не будем кормить эти 30-граммовые прибавки, мы не заметим. Значительно более эффективно для реализации мозга – это, как я говорил, питание матери, чтобы нейрона не столько мозг увеличился в размерах, сколько он бы образовал полноценные связи за счет запасов пищи, которые представляют своей матери ребенку во время его обучения. Потому что весь смысл обучения раннего состоит в том, и в закреплении социальных инстинктов, те самые, которые будут лежать в основе человеческого поведения, состоит в том, чтобы был субстрат, где закреплять. Понимаете, если у вас бегает голодный ребенок, или, скажем так, он сытый, помойник у него такой раздутый, набит непонятно какими листьями, да, или туалетной бумагой, а мозг-то требует белки, жиры и углеводы, причем в больших количествах, пусть плюс микроэлементы. И он будет, иллюзия сытости-то будет, ну, как в Макдональдсе заходят, все тут же становятся сытыми того, как подъели, потом выходят, тут же становятся голодными опять, потому что глютамат исчезает, и иллюзия сытости пропадает. Но вот это любой фастфуд. И эти дети, несмотря на то, что у них кажется, что они сытые, но едят низкокачественную, низкопробную пищу, содержащую мало того, чего я перечислил, и с низким разнообразием, на самом деле мозг развивается в состоянии биохимического такого голода. То есть метаболитов мало. А задача-то какая? Почему у богатых семей, в том числе, и дети побольше коры? Потому что при избытке пищи можно образовывать много отростков и образовывать их быстро. Они же образуются не в утробе матери все, они же образуются. Вот ребенок родился, если так проводить образное сравнение, то у него на каждый нейрон пара отростков, доденритное древо, за счет него в основном мозг увеличивается и растет. А потом, через 6-7 лет, когда он начинает что-то соображать, у него там увеличивается в 10 раз это количество этих дендритных отростков. А именно они определяют межклеточное взаимодействие. Но чтобы построить этот отросток, он состоит из белка, липидов и углеводов. Значит, надо этого ребенка хорошо очень питать. Если вы будете затягивать, они будут голодать и прочее, то что будет происходить? Медленнее будет этот процесс. А раз меньше образуется отростков, значит, меньше субстрата, на котором он сможет запомнить ту социальную, те социальные правила поведения, те знания, которые ему предлагаются. Поэтому богатые дети, которые вот от сытых мам, от сытого детства, потом легче прогрессируют. Не от того, что вот они такие. От того, что там уже не в первом поколении дендриты образуются в большом количестве и своевременно. С той скоростью, с которой только они могут образовываться. А у другого они еле пыхтят, образуются в минимуме. Естественно, эти различия потом сказываются. Потому что один за первые 10 лет жизни накопил знаний, и она другого там, N, деленный на 5. Потому что он все время или голодал, или искал, где чего съесть. Но у него вообще даже мысли заняты были другим. Но это как уличные собаки. Есть же вот собаки, выращенные хозяевами в холле, в избытке пищи. У них одно поведение. Они одним образом общаются с хозяинами. Это все прекрасно знают. А есть собаки, которые вот сформировались или там провели первые месяцы жизни в диких условиях абсолютно. Им очень тяжело потом адаптироваться. Они, ну как, они не могут поверить, что такая хорошая жизнь может быть. В свое время в Пигмалионе в фильме было хорошо показано, когда там цветочница заходит в ванну. Ей, значит, наливают в ванну с теплой водой. Она смотрит на это. Говорит, ну теперь-то я знаю, почему такие богатые барышни так выглядят, потому что она этого не видела никогда в жизни. Вот это не мытье в тазу грязной тряпкой, а так вот в теплой ванне, да еще с мылом. Гигантское количество воды. То есть для Англии и Америки это были чудеса в начале XX века. То же самое и здесь. То есть можно и там цветочницу отмыть до приемлемого состояния, как там произошло в кино. Так и здесь. Поэтому, к сожалению, вот эти вот проблемы, когда... Это катастрофа, на самом деле, для нашей страны тоже. У нас поощряется огромное количество рождений детей у родителей. Во-первых, половине из них нужно отрезать все причинные места после первого ребенка. Почему? Потому что дети больные рождаются очень часто. Иногда первый умер, второй больной, третий больной. И они продолжают это делать. Дело привычное, незатейливое, местами даже приятное. А государство должно все это содержать, потому из этого ничего не будет. Из этого ничего не вырастет. Государство тратит колоссальные средства на то, чтобы выращивать людей, которые будут опять тратить только средства. Они ничего не произведут никогда. Или будут производить так, чтобы только вот сделать вид, что они производят, тут же украсть что-то. Это обычное дело. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы, во-первых, появлялись здоровые дети. Во-вторых, надо строго требовать с родителей, чтобы они могли их обеспечить. Но если ты не можешь их обеспечить, зачем же ты все время половые механорецепторы тренируешь? Ну, займись чем-нибудь другим. Потому что, ну, что делать? То есть, получается, у нас в основе социальных проблем лежат биологические законы. Но вы как-то, ребята, отрегулируете или, простите, людей как-то ограничиваете. Или у вас будут гигантские проблемы, в том числе экономические, потому что это население ничего не будет производить. Оно будет паразитировать на своих репродуктивных функциях. Мы можем размножаться, дайте нам денег. Я не понимаю этого дела. Мне кажется, это очень сомнительная позиция, хотя понятно, что население надо увеличивать. Но, может быть, надо увеличивать население за счет тех, кто будет чего-то делать, и вообще его мозг в состоянии чем-то заниматься. А не за счет тех, кто может только размножаться. То есть, эта вот статья, кстати говоря, стимулирует такие размышления. А нужно ли, так сказать, огромное количество населения, у которых не все в порядке с головой? Потому что то, что я вот вижу вокруг, те проблемы, которые я вижу, они, конечно, выглядят катастрофичными. Ну, то же самое, как воспитание детей. Нужно все-таки делать дифференциально. Не все дети одинаковые. И эта статья показывает, что они не одинаковые даже структурно, а раз такие есть структурные различия, нельзя всех ссыпать в одну кучу. Из-за этого могут вырасти очень большие проблемы. Во-первых, все остальные будут ориентироваться по тому, кто прибежит в кроссе последним, сами понимаете. Но зачем ученику учиться хорошо, если он видит, что вот рядом сидит такой красавец, который вообще ничего не делает? Ему ставят тройки. Наш мозг построен на экономии энергии. Он всегда работал, работает и будет работать, чтобы как можно меньше затрудняться и таким образом в подтверждении своей экономии получать каннабиоиды. А у детей это еще и опиоиды. И на таком фоне заставить детей учиться и думать, когда он видит рядом с собой образцы, непригодные ни для чего, но которые продолжают учиться так же, как он, им просто за глаза ставят, за то, чтобы они были в классе тройки. И, естественно, это не то, что расхолаживает, это отвращает вообще от самого смысла образования. Поэтому, на самом деле, эта работа, и вот еще там несколько, которые подтвердили, они дают повод подумать о том, что должно происходить в социальной структуре общества, когда уже замечены первые признаки структурного расслоения. И у меня, в принципе, был еще один вопрос заготовлен, вы его предупредили, что называется. Но все-таки вы сказали покасательный, а мне бы хотелось бы поконкретнее и побольше. Скажите, пожалуйста, вот система образования, которая существует, которая бытует десятками лет, насколько она соответствует тем достижениям, которые есть в исследовании мозга. Можно ли сказать, что эта система образования оптимальна? Можно ли сказать, что ее стоит как-то изменить? И в данном случае я говорю не о системе оценки, вы уже сказали об этом, а о самих программах. Да, я понял. Значит, мы имеем в виду наши программы? Давайте нашу, потому что она нам, я насколько понимаю, гораздо лучше известна, чем другие программы. Но если вы знаете, хорошо разбираетесь и в других программах, то, конечно, можно и сравнить. Это слишком надолго разговор, я немного разбираюсь в этом, не могу сказать, что я большой профессионал, но, тем не менее, я слежу за этими вещами, поскольку это напрямую связано с созреванием мозга детей. Значит, наши программы, которые сегодня существуют, они достаточно убогие. Первый тезис. Почему? Потому что был введен ЕГЭ знаменитый, от которого уже в этом году отказываются. Но мне хотелось бы услышать имена, фамилии, адреса и явки людей, кто это ввел. И они должны как-то ответить перед страной, потому что за те годы, которые нам навязывали ЕГЭ, я считаю, что был нанесен непоправимый интеллектуальный ущерб стране и ее школьному образованию. Это моя позиция совершенно нетленная, потому что я ее изменять не собираюсь по одной простой причине. Вред от этого был нанесен колоссальный. То есть, вот теперь восстановить образование в школе будет архи-сложно. Надо, конечно, в этом году будут отменять все эти ЕГЭ, будут отказываться от булонской системы, я надеюсь, в высшем образовании, потому что это просто безобразие, сделанное в угоду тому, чтобы дети начальников могли пользоваться своими дипломами, полученными здесь, на Западе. Единственная причина, которая была введение этой булонской системы. То есть, чтобы наши дипломы признавали на Западе. То есть, а кому это нужно? Это нужно очень ограниченной кучке людей, которые стояли тогда при народном образовании и его регулировали. Это раз. Во-вторых, нужно вернуться абсолютно к нормальной программе базовых знаний, которые должны знать все дети, независимо от ничего, к единой образовательной системе, которая должна утверждаться не какими-то там странными людьми, со странными связями, а должна при государственном обсуждении очень тщательном. Потом нужно прекратить эти безобразия. То они собираются уроки шахмат вводить, то инициативу последних недель о том, что нужно кино смотреть в школе. Вот эту бредятину надо немедленно прекратить, потому что все пытаются на этих бедных детях заработать и пытаются втюхать, другого слова нет, свои бестолковые программы. Ни от шахмат, ни от шашек, ни от кино дети интеллектуальнее не станут. Давайте, давайте им базовое образование. Ни от изучения основ религий. Историю надо преподавать элементарно. Надо преподавать полноценную историю. И историю надо преподавать ту, которая преподавалась. Да, она всегда будет отражать интересы государства. Пусть отражает. Но не надо, конечно, как на Украине, а то там украинцы сразу после постройки египетских пхерамид пришли изобретать боевой гопак, которому теперь обучают американцев. Ну, до этого не надо доходить, конечно. Но поскольку у нас в стране были образцы, то есть и образцы были прекрасные, надо уничтожить сам принцип педологического образования, который является чем? Это так называемая цифровизация образования, которая сегодня проходит. Это его уничтожение. Только личный контакт учителя с ребёнком может гарантировать. А с педологией, я уже многократно говорил, ещё в 1937 году Иосиф Виссарионович Сталин издал знаменитый указ о педологических перегибах в народном образовании. И всю эту шушуру, которую такой типа ЕГЭ вводили и таким образом разрушали просто образование в школах, всех выгнали. Всё это закрыли, вернулись к форме образования как гимназик дореволюционных, улучшили учебники. И это оказалось лучшим образованием в мире, в том числе до 60-70-х годов, когда всё это начали потихонечку закручивать. А после 90-х пришли педологи, которые весело связь с сёлом улюлюканьем, разрушили школьное образование. Я считаю, что это безобразие. И я хочу видеть фамилии тех, кто это всё увидел, кто это придумал и устроил. То, с чем наша страна боролась всю жизнь. И поэтому образование было на порядок лучше, чем где-то ни было в мире. Примерно так. Ну что же, это было мнение профессора Савельева. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»